Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Здравствуйте, друзья! Большой привет всем, кто смотрит и слушает первый и единственный в России телеканал «Синхронное вещание в ФМ-диапазоне» телерадиоканал «Страна.ФМ». Меня зовут Александра Хайрулина, и эта программа «Лучшая в стране», но это тот самый случай, когда программу нужно срочно переименовать, и мы её именно так и делаем, переименовываем на сегодня, на этот час, что программа теперь будет носить название «Лучшее в мире», потому что у нас в гостях самый титуловный гитарист, композитор, продюсер, в общем, величайший музыкант современности Роман Мирошниченко. Ром, здрасте. Добрый день. Мы невероятно счастливы и рады вас видеть. Спасибо огромное за то, что встреча эта наша случилась здесь, именно в этой студии, при колоссально большой загруженности и, слава богу, большой очень такой творческой жизни. Сразу скажу всем, что, конечно, мы поговорим про различные проекты Романа, но прежде всего, наверное, с чего мы начнём, это с очень серьёзного музыкального события и мероприятия, которое случается уже в нашей сцене. 22-й раз речь идёт о международном фестивале музыкальном «Мир гитары», который пройдёт с 27 мая по 31 мая в Калуге. Роман, сейчас пытаюсь, 16 лет вместе с этим фестивалем. В 2003 году я впервые появился на сцене Калужской филармонии, и после этого мы сдружились очень с художественным руководителем Олегом Акимовым. Сначала это были такие точечные, что ли, варианты сотрудничества, и поскольку он знал, что я на тот момент уже был знаком с одним из величайших гитаристов планеты Элом Демиолой, он мечтал привезти суперзвезду в маленький провинциальный город. Сейчас уже это кажется нормальным, а на тот момент приезд Элом Демиолой... Был равносилен высадки инопланетян, и я, естественно, отозвался помочь, чем смогу, и мы... Тем более речь идёт о гитаре, вашем инструменте. Мы оба в этом плане такие энтузиасты, продвигатели этого инструмента, и хотим его показать именно не в ширпотребовском таком плане, когда все подряд аккомпанируют все три аккорда, а именно показать, что гитара — это всё-таки очень серьёзный, благородный инструмент, на котором, чтобы достичь высот, нужно потратить много-много лет, часов, и много людей во всём мире восторгаются виртуозами, почему этого не должно происходить у нас в стране, в Калуге в том числе. И Калуга — это родина Циолковского, то есть с его начинаний человек полетел в космос, а мы, глядя на него, продвигаем гитару, и у нас самый первый и на данный момент крупнейший фестиваль в стране гитарной музыки, и даже его называли некоторые журналисты, что он один из самых крупнейших и в Европе, и даже и в мире. Да так и есть, конечно. Конечно, то, что равных нет нашей стране, это однозначно. Однозначно, да. Пять дней, и сам лайнап за все эти годы фестиваля, он говорит сам за себя, потому что побывали практически все величайшие имена гитаристов как XX века, так и нового поколения. Это такие люди, как Пака де Лусье, Джон Маклафлин, Эл Демиола, Стив Вай, Висенте Амиго, Ларик Кориелл и много-много еще музыкантов. Эти же все величайшие имена благодаря вам, Роман, оказались на этом фестивале. И в том числе и мне... Благодаря вашей славе, вашей узнаваемости, популярности и знакомствам, конечно, тоже. Я не скрою, да, что, пользуясь своим накопленным авторитетом за эти годы, мне намного проще вести переговоры, и на данный момент уже не нужно объяснять, давно уже не нужно объяснять, что у нас и не медведи по улицам не ходят, и что мы все выполним райдер идеально, и все будет на самом высшем уровне, и предоплату сделаем, и билеты нужные купим, и поселим в пятизвездочный отель и так далее. В общем, все будет на уровне. Потому что фестиваль — это такой асберг, где его вершина — это сцена, это концерты, а все, что ниже — это огромная-огромная работа, и все-таки около 200 музыкантов занято, например, в грядущем фестивале. Из 14 стран мира. Из 14 стран мира, и из них 5 стран СНГ, что тоже очень важно. Одна из важнейших миссий нашего фестиваля — это все-таки укрепление культурных связей. Несмотря на сегодняшнюю обстановку, мы показываем, что в музыке нет ни границ, ни политики. И вопреки всему на нашей сцене могут сотрудничать музыканты одновременно, как из США, из России, из Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Германии, Испании, Дании и так далее. — Понятно, что из года в год вам нужно чем-то удивлять публику, да, тем более уже, можно сказать, искушенную публику все-таки за 22 года, и тем более вы сами признали, что практически все мировые звезды уже побывали на площадке этого фестиваля. Однако в этом году, я так понимаю, удивить удастся тоже. Давайте о программе немножко расскажем. Каждый год сталкиваешься с тем, что фестиваль отгремел, и мы смотрим друг на друга с Олегом Ахимовым тоже в следующем году. И каждый раз как-то все вот само собой потихоньку формируется, line-up. Ну, естественно, иногда приходит какая-то там идея безумная, там, а давай там привезем Стива Вая там с оркестром. И для меня это вообще был в свое время сюрприз, потому что мне позвонил Олег и говорит, сыграешь со Стивом Ваем на фестивале? Стив Вай — фильм «Перекресток». То есть я в детстве учился в школе и видел этот фильм, эту дуэль с представителем там «Дьявола», да, вот на этом, на этот «Перекресток». В общем, очень интересный фильм, кстати, рекомендую, кто не видел. Он очень вдохновляет дальше заниматься музыкой. Вот в свое время для меня это был такой стимул хороший. И я думаю, будучи уверенным, что будет некий джем там короткий, я говорю, конечно, сыграю. Он говорит, окей, через две недели мне присылают нотный материал, там, 18 композиций, партитуры для оркестра, а партия второй гитары, то есть моя, она в Нисон дублирует партию Стива Вая. И я работаю немножко в другом все-таки жанре, хотя и пограничном, если говорить о гитарных жанрах. Ты говоришь про фьюжн? Да, ну, Стива Вая — это все-таки более такой прогрессив рок, более хард-рок. У меня более такая импровизационная, с большим вкраплением джаза и world music, но... Мне кажется, вам подбластны абсолютно все жанры. Там разные техники, но, я думаю, надо вспомнить, как я в детстве все это в свое время пытался повторять, и все-таки, поскольку, идя в параллельном жанре, были и близкие техники и так далее. Ну, за два месяца мы поработали очень плотно, подготовились, и без лишних слов Стив Вай сказал, что это был один из его лучших концертов именно вот в таком формате с оркестром. Потрясающе. Ну, вот вы сказали, два месяца поготовились. Я думаю, что очень важно рассказать нашим зрителям и слушателям, что это не два месяца вы плечо к плечу репетировали. Это же происходит все самостоятельно. Нотный материал, да. Сначала мы ритм-секции готовили эти 18 композиций, как мы их будем аккомпанировать маэстро в таких условиях, максимально приближенных к боевым. Далее был ряд репетиций с оркестром уже с большим, то есть на сцене там около ста человек мы все соединили, и потом две заключительных репетиции были уже непосредственно с солистом, и мы все моменты, которые были для нас там немножко непонятные, спорные, мы вместе их прошли. Ну, ни одну композицию мы два раза не повторяли, то есть мы все нон-стопом прошли, и у нас все идеально звучало, потому что мы много работали. И в результате все, конечно, невероятно довольны. Да, да. Но что касается программы на этот год, что касается вот этих вот сюрпризов и каких-то необычных таких моментов, очень ожидаемых, я же знаю, что сейчас вы тоже готовитесь и проходят какие-то репетиции. Да, да. Значит, открытие. Во-первых, открытие фестиваля будет 27 мая на сцене Калужской филармонии. Ее сейчас немножко там подремонтировали в каком плане, увеличили количество посадочных мест. Молодцы. Приблизилось к тысяче. Да. И мы на открытии сыграем в дуэте с Данилом Крамером, с народным артистом Российской Федерации. Этот дуэт впервые выступит на этом фестивале. Мы сотрудничаем с Крамером с 2009 года. Мы проехали с ним два тура полноценных по России. И мы побывали в ряде соседних стран, в Прибалтике, в Беларуси, в Украине, были в Европе. И за три года мы сыграли более, не знаю, там, более ста концертов, наверное, и сознательно сделали паузу, и три года вообще не давали концертов. Так, народ заскучал. Народ заскучал. И уже просить и требовать даже совместных выступлений. Практически так и вышло, да. И 1 декабря прошлого года мы дали первый клубный концерт в Москве. Опять же, был ажиотаж, все здорово. И мы сейчас потихонечку, уже реанимировав, так сказать, нашу программу, немножко ее обновив, выступаем. Мы уже выступали в Доме музыки, в центре Слободкина. В июне у нас с ним концерт, опять в Доме музыки предстоит. В общем, у нас наперед уже программа сформирована, и я очень рад, что мы покажем этот дуэт. После стольких лет у нас он наточен, все, то есть до автоматизма. Да даже нет никаких сомнений. Здорово, да, и там и блок моего любимого Астора Пьецолы произведений будем играть. И перед нами будут музыканты как раз из Беларуси играть под аккомпанией симфонического оркестра. Мы же выйдем на контрасте вдвоем и покажем, что наш дуэт, он способен звучать не менее эффектно, не менее плотно и мощно, чем любой большой симфонический оркестр. Если говорить про фестиваль «Мир гитары», я же правильно понимаю, там нет никаких мест призовых, да? Там проводится в дневное время у нас каждый фестиваль, без этого никак. Это детский фестиваль, он идет параллельно с основной программой фестиваля. И в Калужском доме музыки приезжают дети со своими педагогами со всех регионов страны. Там проводится конкурс детский, там проводятся мастер-классы. То есть я даже давал мастер-класс, помню. Один раз я даже нашел доброго человека, который прислал целую фуру тортов для детей. Ой, какая прелесть! Помимо там призов и всего прочего, да, им устроили такой праздник. А конкретно в основной программе мы никогда не ставили задачу проводить конкурс, потому что смысл соревноваться совершенно разным музыкантам и уже достигшим много чего. Мы как раз показываем зрителям уже готовых, состоявшихся мастеров, где в приоритете показать их новую программу. И самое еще главное и достаточно амбициозное то, что каждый проект, который у нас представлен на фестивале, это не часть тура «Звезды». То есть это не просто один из 35 концертов данного музыканта, а это эксклюзивная программа, подготовленная специально для фестиваля. И не побоюсь этого слова, зачастую это имеющее культурную ценность в том плане, что это показывает вот именно, что происходит на данный момент в современной гитарной музыке, в современной инструментальной музыке. А вот многие сейчас, я убеждена, просто подумали, а там что-то происходит, оказывается. Очень много чего происходит, и одни из таких масштабных проектов, которые являются нашей гордостью, это уже две представленных мировых премьеры гитарных опер и крестного отца стиля фьюжн Лэри Кориэлла. И что вдвойне приятно, они были сделаны по мотивам романов его любимого писателя Льва Толстого. То есть четыре года назад это была «Война и мир», а два года назад была «Анна Каренина». Это было все здорово принято, это было очень необычно. И на сцене был оркестр «Русская филармония» с великолепным дирижером Сергеем Тарариным. Да, вот спасибо Гайне, которая является таким толкателем, локомотивом всего этого сложного проекта. «Русская филармония» — это мой любимый оркестр. И наш тоже. И из Словении была вокальная группа, там 8 человек, они пели вот все эти партии, там у них были распределены. Я играл сольные партии, основные гитары. Это очень необычно. Первую оперу «Война и мир» мы сыграли с Лэрри Кориеллом, а Анна Каренина, к сожалению, не дожил он несколько месяцев, и на меня свалилась вся эта история. И мы доделывали, дорабатывали партитуру, адаптировали ее из одной гитары на две. И, в общем, все сыграли, все было здорово. Также еще один проект датчанином Хенриком Андерсоном был вместе с «Русской филармонией» реализован. Он почти полуторачасовой написал концерт для гитары с оркестром. И это совершенно не классическая музыка. Это такая современная импровизационная музыка под аккомпанемент оркестра. И в итоге одна из частей, запись этого концерта, она заняла первое место на одном из крупнейших конкурсов композиторов «USA Song Rising Competition». Это очень приятно. То есть мы не просто делаем в стол проекты, они у нас добиваются огромного успеха. Признания и любви народа. Да, так же, как и проект «Гитарное трио», которое мы в 2014 году презентовали. И я был участником, и инициатором этого трио. И в итоге три номинации из Independent Music Awards. И наш альбом стал лучшим инструментальным альбомом по версии этой престижной премии, которая является альтернативой к Грэмми. Это тоже такой срез, иллюстрация, что происходит в музыке среди артистов, которые не повязаны с мейджор-лейблами. Это тоже очень важно. В этом году я номинирован. Через месяц еду на очередную церемонию Independent Music Awards. В прошлом году она была в Линкольн-центре. В этом году будет на Madison Square Garden. Вы же уже побеждали там неоднократно. Да, я четырехкратно. Восемь раз номинировался, четырехкратный лауреат. И множество еще других конкурсов. Собственно, мы держим планку, и держим ее на международном уровне. Мы это не скрываем, мы этим гордимся. И мы продолжаем развивать и продвигать гитарное искусство, насколько нам позволяют наши возможности. Спасибо вам за это огромное, Роман. Я хочу немножко такой вот вопрос задать. Кому-то, может, пока что странно. Вы признавались в интервью, что неоднократно опаздывали на выступление, потому что не могли выбрать, какую взять с собой гитару. На фестиваль «Мир гитары» вы уже определили для себя, какие гитары едут с вами, какие будут на сцене отмечены. Или тоже предстоит все это принимать решение перед самолетом. Я на самом деле очень пунктуальный человек, и по мне можно сверять часы. Я вот даже сегодня в минуту в минуту к вам приехал. Я подтверждаю. И я немножко пошутил в том интервью. Мы понимаем, конечно. Есть всегда большие шансы опоздать, потому что действительно у меня очень роскошный арсенал гитар. Сколько? У меня их не очень много, чуть больше десятка, но каждый из них — это уникальный инструмент, имеющий коллекционную ценность, и за которыми гоняются множество коллекционеров по всему миру. И есть ряд гитар, которые меня выпрашивал, там, выкупить тот же Эл Демиолог, к примеру. Но если ему не удалось это сделать. Да. Есть гитары, которые мне сам Пол Ридд Смит подарил, когда я выступал на «Нам-шоу» в Лос-Анджелесе. Это тоже большая честь. Покорить вообще человека, чтобы он так собирал. Да, ну, я очень горд тем, что я артист этой компании официальной, то есть у меня эндорсмент. Нескольких компаний, причем, маловы же. Восьми. На данный момент у меня восьми компаний, с каждыми контракт эксклюзивный, и, естественно, я получаю самые новейшие экземпляры. То есть тратиться на сегодняшний день на гитары, и на оборудование вам не приходится равно? Нет, не приходится. Здорово. Это вот тут же, это же прям мечта, я думаю. На самом деле колоссальная мечта многих и многих музыкантов. Друзья, мы говорим сегодня про мир гитары, современной музыки. Мир гитары — это фестиваль музыкальный, который с 27 по 31 мая в Калуге пройдет уже в 22-й раз, и, конечно, у каждого из нас с вами есть шанс оказаться там, вполне возможно, еще деньки оставшиеся позволят спланировать каким-то образом выходные, свой досуг, и отправиться посмотреть. И, возможно, после этого жизнь ваша как-то перевернется, либо вы сами начнете активно заниматься музыкой, либо просто, что тоже очень важно, получите просто невероятно колоссальные, колоссальные эмоции, незабываемые. Я хочу спросить, сейчас мы успеваем посмотреть видео, или нам нужно сделать паузу. Мы посмотрим ваше видео сейчас и послушаем. Ром, хочу попросить вас рассказать, что это будет конкретно, что это за запись. Так, ну, насколько я понимаю, сейчас прокрутят клип мой самый свежий, который называется Aliens Electric Dream. Это композиция с моего самого свежего альбома, который называется Ascension. Вот, кстати, да, я хочу попросить операторов тоже, чтобы они взяли крупным планом. Не знаю, в виде диска где-то сможете ли вы приобрести, нет, но в iTunes он точно есть, как и все альбомы Романа Мирошенченко. В iTunes и все платформы. Все платформы, конечно. И этот альбом, он был номинирован на лучший альбом года в Independent Music Awards. И этот альбом принес мне, наверное, наибольшее количество всевозможных музыкальных наград. Скажу, у меня не было никогда самоцелью завоевать все награды, но очень приятно, когда оценивают твою музыку, которую ты написал, спродюсировал, аранжировал, сам и в компании своих музыкантов, твоих единомышленников. Приятно, почему? Потому что на родине шоу-бизнеса в США там огромнейшая конкуренция, и туда достучаться очень непросто. Ну и вы же даже особо не стучались. Вам же позвонил ваш представитель из Лос-Анджелеса. Ну, в свое время, да, это был такой случай. Мы номинированы. Когда вдруг раз, мы получили номинацию, и потом еще и стал лауреатом, потом на следующий год снова номинация, а потом еще ряд других конкурсов престижных, где все по-честному, где независимый состав жюри, где он очень расширенный, где голосование тайное. Поскольку я сам на данный момент являюсь, вхожу в состав жюри The Independent Music Awards наравне с большими звездами, перечислять и перечислять. Это и Ози Осборн, и Пакетто де Ривера, Артура Сандевалва, если говорить о джазовых музыкантов. Это лидер группы The Cure, там миллионер. И, конечно, очень приятно быть такой компанией, но я лично голосовал, там все по-честному, не знаю, сама честность и объективность. Каждого свой отдельный вход. Что на сегодняшний день, конечно, это удивительно слышать такие вещи. Ну да, особенно там в контексте некоторых скандальных, недавних вещей, которые дискредитируют, да, и обнуляют конкурсы. Здесь я могу сказать, что здесь все очень на высоком уровне. И, конечно, приятно, когда твоя музыка конвертируемая, не побоюсь этого слова, и она продается, и ее оценивают такие величайшие музыканты. Это все тебя двигает дальше, сочинять, записываться в студии, продвигать. И ходить на эфиры. Это тоже... На эфиры ходить не люблю, но... Мы поговорим об этом тоже, Ром. Я хочу, чтобы мы все-таки немножко рассказали вот о видео, которое посмотрим. А, ну, собственно, сказали, да, это как раз одна из самых последних работ. Ну, вот этот трек, да, я когда приезжал на церемонию в прошлом году, мы времени не теряли, мы прошлись по центру Нью-Йорка, поснимали там кое-что, а потом вернулись в Москву, здесь поснимали, в том числе в парке Зарядье. Потом я был на гастролях в Прибалтике, там подсняли, и вот что получилось. Ну, кажется, здорово, современный подход. Давайте смотреть и слушать. Роман Мирошниченко. Продолжается программа, друзья. У нас сегодня потрясающий совершенно гость, величайший музыкант современности, самый титулованный гитарист, композитор и продюсер Роман Мирошниченко. И только что мы посмотрели совершенно потрясающее, во-первых, видео, и, конечно, послушали потрясающее исполнение и музыку собственного сочинения из последнего альбома. Вот я же так понимаю, что именно в таком составе, то, что мы сейчас увидели на экранах и услышали, чаще всего вас можно увидеть на концертных площадках мира. Да, именно это трио у нас приоритетное. Если говорить о моих сольниках, то я работаю вот с моими ребятами уже много лет, и мне всегда больше всего мне нравится выступать этим трио. Хотя иногда... То есть вы такой единый организм уже, да, абсолютно чувствуете друг друга, понимаете. Да, я очень люблю в каких-то сайт-проектах участвовать, честно скажу. Где-то приглашенным гостем выбираю всегда и долго думаю. Ну, мне нравится сольное творчество и играть собственную музыку. Я к этому долго стремился. В начале своего пути меня множество коллег критиковали, что вот он там играет в стиле Элла Демёла, и там он его клон, там и так далее. Но дело в том, что вы ведь просто учились и снимали, как что называется, да? Как и многие абсолютно вокалисты, музыканты и даже танцоры. И, конечно, одних людей, других, я всё равно шёл к своей цели. И на данный момент критикой признано, что я нащупал собственный стиль, а позади миллион побед на всевозможных конкурсах, чарты, альбомы и так далее. Я выступаю, я стал самостоятельной творческой единицей, я выступаю со своим проектом, и хочется иногда спросить, где все те критики. И они так же ковера и играют. В общем, да, играют. У вас же папа дирижёр, да? То есть вы в музыкальной семье родились, и, наверное, можно сказать, что, ну, понятно, не было у человека другого пути и других вариантов построения своей жизни. Не так. Он действительно много лет и продолжает сейчас учить детей, собственно. Работал в оркестре цирка, сначала Грозненского, а потом он написал музыку. Для Игоря Киева тот, в знак благодарности, говорит, давай на повышение переведём более крупный город. Мы переехали в Днепропетровск, который вот половину названия потерял несколько лет назад. Но никогда он ни мне, ни старшему брату даже слова не сказал, что вот вы должны стать музыкантами. Я пока не наигрался в футбол очень серьёзно до 14 лет. Я и не думал о музыке, а вот мой брат много раз рассказывал это. Мой старший брат возвращается из армии, это 90-е лихие, это всё можно, свобода, всё можно достать. Британский рок, американский рок, русский рок. И он говорит, давай гитару купим. Купили гитару за 33 рубля в детском мире, плохую гитару. Ну какие были тогда, да. Стали на перегонки с ним изучать первые аккорды. Наступил сентябрь, он поступил в ВУЗ, и началась новая жизнь, гитара осталась у меня. И я вот до сих пор с ним. Не расстаюсь. Я тоже закончил в своё время технический ВУЗ, как проектировщик мостов, тоннелей и метрополитенов. Я начертил миллионы чертежей, даже по моему дипломному проекту был восстановлен тоннель. Потрясающе совершенно. Сколько бы ещё тоннелей мы смогли с вами, друзья, наблюдать. В ВУЗе я работал в оркестре, куда меня уже взял отец. Я переиграл массу музыки разной. В ВУЗе это уже московском или Днепрополь? Нет, это ещё было там. А вот в 2000 году я уже приехал за правдой в Москву. Меня никто вообще не знал. И потихоньку, потихоньку, вот за три года мне первых удалось сделать успехи. Опять же, стать лауреатом конкурсов пары джазовых. И попал я на фестиваль «Калужский», опять же. Да, ну не всё так было радужно, потому что, конечно, насколько я знаю, не очень... Все были вас, музыканты, столичные рады видеть, да, в своих рядах. Да, музыканты никогда друг другу не рады. А кроме всего прочего, знаете, очень смешная история есть, и, наверное, она была не одна, но я как-то слышала, вы рассказывали, что со своей командой, придя на площадку концерта, выступили, а управляющая подошла после выступления и сказала в следующий раз, чтобы были с вокалистом. Да, вы знаете такую историю. Я её рассказывал только... Ну, это, конечно, ужасная история, но она и смешная одновременно. Да, но дело в том, что таких историй накопилось настолько много, что даже написана была книга одна скандальная Дмитрием Миропольским, таким питерским писателем. В 2012 году, если мы об одной и той же книжке говорим, она вышла. И там как раз сборище этих историй, и они все реальные, они безумные. Это была правда, что мы приехали вот таким же моим трио играть красивую инструментальную музыку, а подошла управляющая и говорит, ребята, ну я понимаю, там пробки в Москве, но вы в следующий раз скажите своему вокалисту, чтобы он не опаздывал. До нас сначала не дошло. Что может быть из-за больней и ужасней? Мы пять минут думали, а потом мы просто катались с Осмикой, потому что человек на полном серьёзе понял, что... Чтобы вы просто музыканты. Что мы были вынуждены играть то, что мы... Выкручиваться. Нет, то, что мы обычно аккомпанируем вокалисту. То есть насколько есть у людей, то есть с головой там совсем какая-то странная история, они воспринимают... Роман, ну скажите, очень хочется надеяться, что уже в наше время всё-таки всё меньше и меньше таких персонажей встречается на вашем пути. Ну, как-то сказать, сами себе строим свою реальность, свой мир и в нём живём. Конечно, не всё безоблачно, но это всё дисциплинирует и стимулирует с оглядкой на тьму псевдоконкурсов, на это телевидение современное. Мы делаем проекты и продукты, за которые не стыдно. Которыми мы гордимся. Давайте мы сейчас представим следующую композицию. Что это будет такое? А, это, кстати, не такой вот новый клип, как сейчас был, но он очень качественный, и его тоже снимал режиссёр Сергей Максимов, известный по клипам для Леонида Агутина. Называется он «Count to the Pilon». В конце всё время мы сотрудничали с группой «Самбатерия» под управлением Артура Газарова, и мы сняли очень красивый черно-белый такой зимний клип с очень красивой мелодией. И я подумал, почему бы сегодня ему не прозвучать. Спасибо, мы с огромным удовольствием. На всю страну ФМ. Продолжаем, друзья, мы наслаждаемся совершенно потрясающей, уникальной музыкой, вот до мурашка. И, конечно, общаться с Романом Мирошниченко, с человеком, благодаря кому всё это звучит не только в нашем эфире, в эфире телерадиоканала «Страна ФМ», но и на многих концертных площадках по всему миру, а, соответственно, и где-то в гаджетах у людей, где-то в машинах, где-то, не знаю, дома в компьютерах, потому что эта музыка, она позволяет как-то всё гармонизировать внутри. Согласна. Спасибо вам, Ром, потому что вы же несёте этот свет, вы же даёте вот это лекарство и вот эту какую-то невероятную божественную энергию, пусть не боятся людей. Проверить, да. Считаю, почётная миссия продвигать инструментальную музыку в данный момент, неформатную, недооценённую. Вот что делать с этим, да, что делать именно с этими форматами и периодичной какой-то модой на определённый музыкальный стиль и жанр? Ром, как вы думаете, доживём ли мы до времён, когда все поголовно возьмут в руки гитару, все будут работать в жанре фьюжн, джаз, сочинять, сами писать и снимать клипы? Нет, да. А надо ли? Зачем уходить в такой тираж? Всё-таки это такая музыка, эксклюзивная, это штучный товар. Это не фастфуд, да, как нынче модно говорить. Да, есть музыкальный фастфуд, да, почему бы так не назвать определённую категорию, определённый жанр, а это такая вот как фьюжн, есть кухня фьюжн, она не каждому доступна, там, не обязательно материально, а до некоторых вещей нужно как-то дорасти, там, я не знаю, как хорошее вино, да. В молодости все пили портвейн три семёрки, а сейчас там пьют какие-то коллекционные вина, но ещё и сложно сказать, что больше было в кайф этим людям, да. Тот портвейн или... Да, да. Или сейчас-то, что у них на столе, да, или в два коллеко сейчас, или в дом переньём там с шампанием. Но, тем не менее, до всего нужно дойти, так же, как и до сложной книги, до сложного кино, где не только можно просто отключиться там, да, вот, как я сходил сейчас с сыном в кинотеатр, и ради сына посмотреть Мстителей, да. Это удивительно, что у вас ещё есть время на то, чтобы тратить походу на кинотеатр. Три часа ходит на задних лапах и говорит, ну, я не понимаю, ну, ладно, там дети, но взрослому человеку три часа смотреть на енота там. То есть вы с трудом вытерпели это? Ну, я смотрел, какая драматургия. Я так понимаю, что если енот ходил, то сыну не так много лет? Десять. Десять лет. А у вас один ребёнок или что? Нет, у меня ещё есть дочка, которая сейчас заканчивает второй курс высшей школы экономики. Высшей школы экономики. Как аниматор, да. Она будет мультики делать. Здорово. И мультипликационные клипы для папы. Почему нет? Слушайте, как интересно это всё. Ром, ну, а у сына? Сын? Кто-то же должен продолжить династию музыкантов. Ну, посмотрим. У него талант есть, но пока он тоже сказал, что хочет быть режиссёром, поэтому я пока не препятствую. Ну, всё может измениться. Там действительно ещё... Никогда не поздно начать всерьёз заниматься музыкой? Или всё-таки существуют определённые некие такие границы? Я всегда убеждён, что совершенно не надо с пяти, с трёх, с восьми лет отдавать, как это всегда делали на скрипку. Конечно. Никакого в этом нет смысла, что ребёнок, он совершенно не понимает в данный момент, зачем ему это надо. А дрессированных обезьянок можно пойти посмотреть в цирке, правильно? В Москве их целых два, в каждом крупном городе хотя бы один стационарный цирк. Ребёнок должен сформироваться и прийти осознанно всё-таки к музыке. А заставлять его за ручку водить каждый день, он не станет музыкантом, я уверен в этом. Бывают редчайшие исключения, но именно в таком нормальном смысле. Ну лет в 20, поздно уже пить боржоми, что называется. Будут пальцы уже не так шевелиться в 20 лет. То есть в физиологию именно нужно ухватить момент, когда те же пальцы, если мы говорим о гитаре, о струнах, о нажатии струна, раскоординации рук и так далее. Вы даже где-то показывали, что всё-таки на огромные многочасовые занятия на гитаре повлияли и настроение ваших рук, да? На пальцы. Вы как-то даже показывали. Вот сейчас опять демонстрируем. Левый мизинец длиннее правого. Так, это тоже из-за особенностей игры. Ну да, растяжка рук. Вы слишком много обо мне знаете. Сколько часов было? 7, 8, 6, не знаю, 15 всё-таки в среднем. Кстати, не верю в красивые байки, когда некоторые музыканты говорят, я там под 20 часов. Засыпал на полчаса, просыпался опять. Ну хватало иногда сил, ну 6 часов. Это на самых таких ранних этапах. Потом всё-таки это 2-3 часа. Сейчас, ну 2, если позанимаешься за день, это очень хорошо, потому что масса других дел. Музыкант — это не только инструменталист и пилитель пассажей, но приходится заниматься много чем. Даже вне фестиваля, вот сейчас огромной организационной работы, во-первых, нужно сочинять музыку. Это немножко другой процесс, не такой, как просто занятие, играние гамм и так далее. Потом нужно множество информации через себя пропускать. Потом постоянные созвоны с коллегами, в основном это зарубежные коллеги. Вот в 4-й день фестиваля мы будем представлять уникальный проект, называется All Stars, с участием 7-кратного лауреата Грэмми Пола Вертико. Это выдающийся барабанщик. Он много-много лет работал с Пэтом Матиньи. Это один из самых продаваемых в мире гитаристов джазовых. Также будет Доминик Ди Пьяцца, виртуоз, бас, гитары. Он с Джоном Маклафлином отыграл более 300 концертов. И клавишник будет из Венгрии, Янош Надий его звать. И всем этим руковожу я. Мы будем играть как мою музыку, так и музыку Джона Маклафлина. Поэтому Тинни, Ларри Коррила, все это мы представим на мере гитары. Ах, как это здорово, как это интересно. А за день до этого мы выступаем в Сколково на форуме Startup Village. И насколько я знаю, туда достаточно просто попасть. Там главное аккредитоваться, поэтому welcome. Это будет Open Air, это будет 29 мая. А, 29 мая. Ну и надеюсь, что мы сегодня за эфир успеем еще один мой номер поставить. А мы прямо сейчас к нему переходим как раз. Я думаю, эту композицию знают все. Я ее не просто так играл, я посвятил ее автору, одному из моих любимейших гитаристов. Поэтому даже не стоит представлять. Все знают, о чем речь. Ну давайте скорее слушать и смотреть. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Ведущая Александра Хайрулина. Да, друзья, вот это высочайшее мастерство и абсолютно просто уникальная история. Роман Миришниченко у нас в гостях. Величайший музыкант современности. Самый титулованный гитарист, композитор, продюсер. И только что мы посмотрели одно из выступлений романа. И надо сказать, я думаю, для многих, возможно, кто-то впервые даже это услышит для себя. Ну, по уважительным причинам, разумеется. Потому что не интересовались и так далее. Что самое-то главное. Понятно, что вы блистательный виртуоз. Ваша техника просто за гранью фантастики, что называется. Но здесь еще важно понимать, что это еще и... Когда даже речь идет не о ваших личных сочинениях авторских, а о уже известных хитах. Здесь прежде всего речь идет и о импровизации. То есть вот этой колоссальной скорости, на которой нужно подобрать ноты, придумать. И еще это все быстро-быстро-быстро сыграть. Что-то вычислительная машина какая-то, а не голова у вас. Мое кредо именно в музыкальном моем пути. Это все-таки джазовая концепция одна из главных составляющих. И я в свое время очень много играл джазовых стандартов в различных командах. И этот полет, он всегда очень приятен. Вот это вот нахождение в этом импровизационном пространстве. И мне очень скучно играть одно и то же. Каждый день. Если мы говорим даже об известной композиции, как Гэри Мур, к примеру. Понятное дело, что саму мелодию надо сыграть. Конечно, близко к оригиналу. Как она написана, но все, что в средине, это, конечно же, сиюсекундно. И мне было бы стыдно заученные соло играть. Для меня это слишком такой легкий путь. И зрителя не обманешь. Одно дело, когда ты сейчас рождаешься, вот эта музыка, эти пассажи, это на эмоциях. Это все благодаря контакту с аудиторией, атмосферой. Погоды и так далее. Погода и все, что угодно. Масса факторов влияющих. Потому что тот же YouTube, он кишит миллионам диванных гитаристов, которые сняли соло Сатриани, Стива Вайнги, Малмсона и так далее. На скорость, на скорость, на скорость тренируйтесь. Это звучит все очень скучно. То есть публику не обмануть. Это я убеждался в этом много-много раз. Я 25 лет, даже уже 26 лет на сцене, и у меня большой опыт. Я ценю то, что я все-таки в свое время не ленился и занимался джазовой импровизацией. Да, это та самая база и школа, которая сейчас тоже, наверное, во многом помогает. Да, она теперь приносит плоды и в любой проект влиться достаточно легко. И в студии себя провести. Я не могу не спросить у вас, Рома, как происходит этот момент сочинения? Вы рассказывали как-то в интервью, что, конечно, на вас влияет колоссальный опыт прослушивания материала огромного, начиная практически с детства. Это даже места ваших пребываний, там даже Чеченская республика, то есть там Кавказ, это и Украина, там Днепропетровск, да, это и Россия, безусловно, где вы сейчас и страны различные, где вы гастролируете, сотрудничаете, работаете. Все это каким-то образом складывается. И вот он момент написания. Вы садитесь, сейчас я должен написать, или... Отвечу красиво, начну с анекдота. В свое время, когда я еще не сочинял особо ничего, я очень запомнил анекдот такой, он популярный среди музыкантов, не буду называть про кого, но там такой вопрос, что вот, а почему у такого-то композитора давно новых мелодий не слышно и песен, и там вопрос, ну, у него просто радио сломалось. Вот, я это запомнил на всю жизнь, и, конечно же, я стремился к тому, чтобы ко мне этот анекдот никогда не был применим, и, слава богу, мне это удается. И все-таки для меня самое главное — это идти, пускай и продолжать традиции инструментального фьюжн, но привносить что-то новое. И тот же вот первый клип сегодня прокрутили, это композиция «Allen's Dream», она посвящена Стиву Ваю, ему она очень понравилась, эта композиция. Прежде всего тем, что там нечетные размеры, там 13 восьмых сменяются на 9 восьмых, потом на 7 восьмых. Все это в совокупности с интересной прогрессией джазовой, плюс эта мелодия наложена на этот нечетный размер, плюс контраст акустической электрогитары, плюс и там, и там в совершенно разных стилистиках импровизации. То есть это все и делает эту композицию уникальной, интересной, самобытной, пускай не такой запоминающейся, как мелодия Гэри Мура, но не всем же записывать только такие мелодии. Тот же Гэри Мур, насколько я знаю, он не очень любил ее играть, но он стал заложником этого хита. Никто не ожидал, что так выстрелит его альбом «Steel got the blues», который потом из каждого утюга звучал. А мало кто знает, но для меня больше всего цены альбома Гэри Мура, когда он участвовал в начале 70-х в проекте «Colosium 2», такой назывался, с барабанщиком Джинджером Бекером, и это был интересный очень материал, не хуже, чем «Return to Forever» с Чикари. То есть это такая сложная инструментальная гитарная музыка. Роман, сочиняете вы, когда уже не можете не сочинять, вот она уже мелодия, все сидит в голове? Они всегда ниоткуда приходят. Я верю в теорию, которую в одном интервью сказал Джон Маклафлин, что мы, некоторые из нас, нам выпадает такое счастье быть проводниками. А вот откуда-то приходят. Он говорит, что из космоса. Я не знаю, но множество мелодий я совершенно не могу объяснить, почему в конкретный момент времени они вдруг родились, когда я там что-то наигрывал на гитаре. Иногда это может даже и присниться, мелодия. Такое было пару раз, когда... Главное, ее не забыть. Очень часто забываешь. Вот. И потом ходишь и переживаешь. Я такую хорошую идею забыть. Чтобы не забыть, нужно напеть на диктофон или быстренько набросать нотную историю? Я стал фиксировать. Да, вот с недавних пор я стал фиксировать. Представьте, сколько я забыл в хорошем интервью. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я очень надеюсь, что все-таки они всплывут опять, опять постучатся к вам в ваш канал и скажут, нет, Роман, мы должны быть услышаны непременно. Что в самое ближайшее время, Ром, ждать поклонникам от вас? Ваши творческие планы. Да, ну, конечно. Что ждать? Фестиваль Мир Гитары ждать пять дней. Да, давайте, взойдем еще раз. Трупнейший гитарный форум в стране. С 27 по 31 мая в Калуге, друзья, нужно постараться оказаться. Трупнейшиеся гитаристы. После этого у нас впереди концерт с Данилом Крамером будет на сцене театрального зала Дома Музыки. Отлично. Потом будет поездка в Нью-Йорк на церемонии. Там много наших тоже. На премии ни одного нашего нет. Это мы с вами на какую премию едем? За Independent Music Awards. Так. Там только один я представляю. Гордо, не суфлаг. Страны. Отлично. Надеюсь, что мне стыдастся все-таки стать пятикратным лауреатом этой почетной и престижной музыкальной премии. Мы желаем, чтобы юбилейная обязательная награда была. Да, дальше у меня уже накопился новый материал. Я хочу кое-что начать записывать, опираясь на выводы, которые мы сделали на записи и на продакшн предыдущих альбомов. Ну и с осени мы начнем выступать. Есть уже ряд предложений выступить на джазовых фестивалях в России. Поэтому будем двигаться. Творить. Друзья, я что должна сказать? И готовить следующий год уже фестиваль, опять же. Ну да, тем более, что на ваших плечах все равно колоссальная работа привести всех этих мировых звезд, первой величины, ну и так далее и тому подобное. Еще большое количество задач. Катастрофически мало времени для общения с такого уровня человеком. Это просто недопустимо. Нужно наши встречи обязательно делать как можно чаще. Величайший музыкант современности, я еще раз повторю эти слова, он во всех энциклопедиях музыкальных, джазовых, если хотите, пишут портреты его очень известные зарубежные художники, не только наши. Пишут книги. В мультфильмах не снимаюсь. Все еще впереди, дочка же у вас будет мультипликатором, так что сделаем. Да, мы обязательно, я надеюсь, будет какой-нибудь клип. Насчет величайшей слишком, конечно, круто, но я стараюсь изо всех сил обращать на себя внимание, свое творчество. Спасибо вам огромное за то, что вы не уезжаете, не переезжаете никуда. За то, что вы живете в нашей стране, за то, что в вашей музыке есть в том числе и мотивы, и народов нашей страны, и национальности и так далее. За то, что ваше имя гремит по всему миру. Гордимся, большое спасибо, ждем новых работ, ждем здесь, конечно, очередной встречи. И еще раз напомню всем, в Калуге с 27 по 31 мая 22-й Международный музыкальный фестиваль «Мир гитары», который, конечно, надо посетить. Роман Мирошниченко. Роман, спасибо огромное, спасибо большое, спасибо и вам, друзья.